Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный мультимедийный календарь Седмица с 23 по 29 октября 2023 года Седмица 21 по Пятидесятнице В эти дни православная церковь молитвенно почитает преподобного Амрусия Оптинского Святителя Филарета Амфитеатрова Митрополита Киевского Преподобного Арсения Архимандрита Святогорского Иверскую Икону Божьей Матери Святителя Афанасия Исповедника Епископа Ковровского Святителя Иоанна Митрополита Тобольского В понедельник 23 октября церковь чествует преподобного Амрусия Оптинского в миру Александра Михайловича Гренкова Он родился в 1812 году в Тамбовской губернии Получив духовное образование, работал преподавателем Обладая веселым характером, добротой и остроумием Александр Михайлович был очень любим своими товарищами и сослуживцами В последнем классе семинарии ему довелось перенести опасную болезнь и он решил постричься в монахе, если выздоровеет По излечении преподобный не забыл о своем обете, но несколько лет откладывал его исполнение Однако совесть не давала ему покоя Периоды беззаботного веселья и беспечности сменялись периодами острой тоски и грусти, усиленной молитвы и слез Уединяясь от любопытных взоров он пламенно молился Божьей Матери, прося просветить его ум и направить его волю Проживавший в той местности известный подвижник Иларион дал совет «Иди в Оптину и будешь опытен» Осенью 1839 года молодой человек прибыл в Оптину пустынь, где вскоре принял пострих и был наречен амбросием в память святителя Медиаланского В 33 года он сильно простудился и с тех пор уже никак не мог поправиться Всю оставшуюся жизнь преподобный еле передвигался, не мог совершать литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях Несколько раз старец был при смерти Недух умерил его живой характер и заставил лучше понять самого себя и человеческую природу Впоследствии отец Амбросий говорил «Монаху полезно болеть, и в болезни не надо лечиться, а только подлечиваться» Душа старца искала живого личного общения с людьми, и он скоро стал обретать славу опытного наставника и руководителя в делах не только духовной, но и практической жизни Преподобный обладал необыкновенно живым, острым и наблюдательным умом По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость Отец Амбросий глубоко проникал в душу своего собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в признаниях Со всеми качествами своей богато одаренной души, старец, несмотря на постоянную болезнь, соединял неиссякаемую жизнерадостность и умел давать наставления в такой простой и шутливой форме, что они легко и навсегда запоминались каждым слушающим Преподобный не делал никакого различия между людьми, каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним, от простых крестьян до представителей интеллигенции Преподобный отошел ко Господу в 1891 году в Шамардина, что в 12 верстах отоптены «Отче святые Амбросии, моли Христа Бога, спастись душам нашим» Также в этот день православные христиане празднуют обретение мощей святителя Филарета Митрополита Киевского в миру Феодора Георгиевича Амфитеатрова. Он родился 17 апреля 1779 года в Орловской губернии в благочестивой семье священника и в крещении получил имя Феодор. Младенцем по средам и пятницам не принимал материнского молока. В детстве очень любил посещать храм, с шести лет начал учиться грамоте. В 1797 году окончил духовную семинарию и через год был пострижен в монашество с именем Филарет. Будучи талантливым проповедником и преподавателем, он возглавил поочередно три духовные семинарии, а затем духовную академию. Несколько лет он терпеливо сносил несправедливые обиды и унижения, так что у него даже возникла мысль оставить всё и отправиться в какой-нибудь отдалённый монастырь. Но Господь не оставил своего избранника. Однажды после пламенной слёзной молитвы, находясь в полусонном состоянии, он увидел руку, писавшую на стене. Не бойся, судьба архимандрита Филарета в руках Божиих. С этого времени жизнь святителя совершенно изменилась в лучшую сторону. Перенесённые же испытания и скорби сделали его духовно окрепшим. В 1814 году он удостоился степени доктора богословия, которая была присвоена не за научные труды, а по должности и за безукоризненный образ жизни. Спустя пять лет архимандрит Филарет был рукоположён в санепископа. 18 апреля 1837 года он был назначен митрополитом киевским. Древнюю киевскую кафедру святитель возглавлял 20 лет. Он выступал против перевода священного писания на светский язык, отстаивая надобность прилежного изучения славянского языка. Великий подвижник XIX столетия известен как талантливый богослов, просветитель и успешный церковный администратор. Отличаясь яркими духовными дарованиями, где бы он ни служил, всюду проявлял свои лучшие черты доброго пастыря, мудрого наставника, заботливого воспитателя молодого поколения и великого молитвенника. Владыка снискал у современников звание Филарита Милостивого. Почил святитель 21 декабря 1857 года. В среду 25 октября Святая Церковь молитвенно воспоминает преподобного Арсения Архимандрита Святогорского. Он родился в 1805 году в Орловской губернии. Получил благословение на монашество от преподобного Серафима Саровского. Сперва отправился в Соловецкий монастырь, но по настоянию матери вернулся домой. Спустя полгода он оставил мир и ушел в Глинскую пустынь, где подвязался в послушании игумену отцу Филарету. В феврале 1839 года был пострижен в мантию с именем Арсений, а спустя два года его рукоположили в эйра монаха. В 1842 году по промыслу Божию отец Арсений познакомился с благочестивой четой Потемкиных, владельцами Святогорского имения. По их ходатайству он стал настоятелем древней Святогорской обители и начал ее восстановление. В монастыре возобновились службы и среди братьев были установлены порядки Глинской пустыни, которыми дорожил настоятель. За свои труды, отеческую заботу о монашествующих и строгую подвижническую жизнь отец Арсений был возведен в Санархимандрита и награжден почетным орденом. Преподобный мирно отошел ко Господу 25 октября 1859 года. Тело святого, согласно его завещанию, было погребено в пещерах Святогорской скалы. Позже братья близ могилы старца ископало новую пещерную церковь во имя преподобного Алексия Человека Божия, святого в честь которого почивший настоятель был назван в крещении. После закрытия в 1922 году Святогорской обители честные мощи преподобного Архимандрита Арсения считались безвозвратно утерянными. Однако 7 июля 2009 года Господь даровал Святогорской лавре свою неизреченную милость. За алтарем деревянной церкви всех святых были обретены мощи Архимандрита Арсения и мощи подвижника и прозорливца преподобного старца Исаакия Головина. Во время поднятия мощей от святынь исходило сильное благоухание. В ковчеге с мощами была обнаружена записка, в которой прежний игумен Михаил поведал о том, что после закрытия и изгнания монахов из монастыря, часть братьей поселилась возле уцелевшей Всехсвятской церкви. Монахи, когда узнали, что могила старца Арсения осквернена и святые останки, выброшены под скалу, бережно собрали их и погребли в чтимой могилке подвижника и прозорливца и иеромонаха Исаакия. В записке была указана дата – 28 апреля 1925 года. В Святогорской лавре 25 октября 2013 года состоялось освящение часовни в честь первых двух настоятелей обители по ее возобновлении в 1844 году преподобных Арсении и Германа Святогорских. В четверг, 26 октября, церковь совершает празднование Иверской иконы Божьей Матери. В VIII-IX веках Византию терзала иконоборческая ересь. Образы Господа Иисуса Христа, Божьей Матери и святых называли идолами, сжигали и уничтожали. Тех же, кто сопротивлялся императорскому указу, подвергали казням, пыткам и гонениям, но многие верующие хранили святыни у себя дома. В их числе была благочестивая вдова, жившая близ города Никеи. Однажды в ее дом пришли ревнители иконоборцы. Один из воинов поразил хранящуюся в доме вдовы икону Богородицы мечом, и тотчас из раны на иконе потекла кровь. Желая сохранить святой образ, женщина дала воинам денег, прося до утра не трогать икону. Ночью она опустила образ в море. Святыня, стоя на воде, в скором времени приплыла к Афону. Своё наименование икона получила от названия Иверского монастыря, в котором хранится по сей день. И сегодня по молитвам к Пресвятой Богородице перед чудотворной Иверской иконой совершаются многие чудеса и исцеления. В субботу 28 октября православные христиане чтят память святителя Афанасия-исповедника, епископа Ковровского. Он родился 2 июля 1887 года. В крещении был назван Сергием. Получив духовное образование, принял монашеский пострих с именем Афанасий. С 1912 года преподавал в духовных семинариях, где проявил себя как талантливый проповедник. В июне 1921 года отец Афанасий рукоположен воепископа Ковровского. Главной болью святителя было не противодействие властей, не разруха и даже не закрытие храмов и монастырей, а проявление внутри церкви нового раскола, известного под именем обновленчества. Ему святитель активно противостоял. Деятельность владыки Афанасия быстро привлекла внимание властей и в ноябре 1922 года, после многочисленных кратковременных арестов, он был приговорен к двум годам ссылки. После освобождения святителя ждали новый арест, допросы и пытки. Владыка получил три года заключения в Соловецком лагере и пять лет в Беломорских лагерях. Это был один из самых трудных периодов жизни отца Афанасия. Во время работы инкассатором у него обнаружилась денежная недостача, за это он получил еще один год лагеря и был переведен на лесоповал. Одиночное заключение и изнуряющий труд лишили его здоровья и сил. Побывав во многих тюрьмах и лагерях, владыка был окончательно освобожден в 1950-х. Годы исповедничества веры Христовой закончились, епископ Афанасий смог вернуться к литературным занятиям и составить величание святым. Со временем физические силы полностью оставили владыку и он не мог больше служить. Несмотря на слабость, святитель завершил свой труд о поминовении усопших и работал над публикацией новых мини. Святой епископ приветливо и с отеческой любовью принимал духовных чад и множество других людей, приходивших и спросить у него совета. В октябре 1962 года он заболел и слег в постель. Господь открыл своему рабу дату кончины. Владыка Афанасий попрощался и благословил близких. Спустя несколько минут он пережил Крис и в следующее воскресенье мирно приставился. Святитель Афанасий епископ Ковровский был канонизирован 20 августа 2000 года. Его мощи обрели 15 октября того же года. 29 октября в неделю 21 по Пятидесятнице церковь молитвенно воспоминает обретение мощи святителя Иоанна митрополита Тобольского в миру Иоанна Максимовича. Он родился в городе Нежине в 1651 году и был старшим сыном в многодетной семье. По окончании Киево-Могилянской коллегии будущий святитель остался в ней преподавать латинский язык. В 1680 году он принял в Киево-Печерское обители монашество. Молодому иноку поручили ответственное послушание проповедника. С того времени и раскрываются его исключительный талант красноречия и благодатные дарования. В 1685 году он был назначен наместником Брянского Свенского монастыря, подчиненного тогда Киево-Печерской лаврия. Спустя 10 лет святитель Феодосий архиепископ Черниговский незадолго до своей кончины назначил иеромонаха Иоанна архимандритом Черниговского Елецкого монастыря и наметил его своим преемником по кафедре. В январе 1697 года архимандрит Иоанн был хиротонисан воепископа Черниговского. Святитель Иоанн благоговел к памяти святителя Феодосия, веруя в силу его предстательства перед Господом и однажды по молитве этого святого получил благодатное исцеление от тяжелой болезни. Тогда Феодосий Черниговский явился ему и сказал «Служи завтра и будешь здоров». На другой день владыка Иоанн, совершенно здоровый, ко всеобщему удивлению, отслужил Божественную Литургию. Это чудо-исцеление послужило началом чествования святителя Феодосия как благодатного угодника Божия. По вступлении в управление епархией епископ Иоанн создал при Черниговской архиерейской кафедре коллегиум – школу просвещенного благочестия, которая получила широкую известность. По существу это была первая семинария в стране, по образцу которой стали открываться духовные семинарии в других епархиях. Тогда же святитель открыл типографию, в которой было издано много сочинений духовно-нравственного содержания. Там он впервые издал «Илиотропион» или «Сообразование человеческой воли с божественной волею», написанный на латинском языке. В 1711 году святитель Иоанн был возведен в Сан-Митрополита и прибыл на кафедру Тобольскую и всея Сибири. Он неустанно заботился о просвещении своей епархии, нес апостольскую проповедь среди сибирских язычников, обратив ко Христу многие тысячи людей. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу. К тому времени относится издание «Илиотропиона» на славянском языке. О жизни святителя в Сибири летописец говорит «Был тих, скромен, благорассудлив, а бедных сострадателен, милостив, часто помогал людям». Тайно, а иногда в одежде простого инока приносил в дома нуждающихся щедрую милостыню со словами «Приимите во имя Иисуса Христа». Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждающихся в помощи и в слове утешения. Даже в день представления 10 июня 1715 года святитель Иоанн после божественной литургии устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал за столом. Затем, простившись со всеми, он удалился в свои покои и во время благовесток вечерни скончался в молитве, стоя на коленях. Митрополит Иоанн был погребен в пределе святителя Иоанна Златоуста Тобольского Успенско-Софийского собора. Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомление обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Святогорской Лавры